всем привет с вами елена на канале косметическая кухня бьюр на котором я с радостью делюсь крутейшими рецептами приготовления натуральной косметики своими руками и сегодня я хочу показать вам рецепт приготовления легкого и шелковистого тонизирующего и подтягивающего крема для тела он содержит кофеин экстракт зеленого чая а также гиалуроновую кислоту которые приведут вашу кожу в полнейший восторг не забываем ставить лайки подписываемся на канал а также нажимаем колокольчик уведомления для того чтобы не пропустить ни один новый интересный видео урок а я тем временем начинаю приготовление для начала я приготовлю фазу номер один а именно жирную фазу где заранее помытым и простерилизованном стаканчики я уже приготовила смесь из эмолентов и масел а именно 5 процентов масло рисовых отрубей 1 процент масло ши 2 процента эмолента цитил пальмитат который питается и борется с сухостью кожи а также 6 процентов легкого и текучего эмолента цитиол рлф который обеспечит нам отличную впитываемость и распределяемость крема затем сюда же в жирную фазу я ввожу 3 процента эмульгатора планта м который создает очень приятные ламилярные эмульсии а также 2 процента со эмульгатора цитил стеориловый спирт для повышения вязкости крема ведь планта м сам по себе не создает густых эмульсий затем мы откладываем жирную фазу в сторонку и переходим приготовлению водной фазы где уже заранее отмелила необходимое мне количество дистиллированной воды и растворила в ней 0,1 процента натурального хиллатора дермофил который представляет собой содиум фита зачем использовать хиллатор в приготовлении косметических средств вы можете прочитать статью в блоге бьюр теперь я возьму обе эти фазы и отправлю их на водяную баню нагреваться до температуры около 80 градусов цельсия и после того как фазы нагреются я не буду мгновенно приступать к их эмульгированию прежде чем начать эмульгирование я добавлю в горячую водную фазу 2 процента кофеина который хорошо растворяется только в очень горячей воде кофеин будет как раз тем волшебным компонентом который тонизирует кожу способствует избавлению от токсинов и введению жиров путем активации обменных процессов и после растворения кофеина в ту же горячую водную фазу я добавлю загуститель лицегель в количестве 0,2 процента для дополнительного загущения и стабилизации водной фазы а пока мои хоба стаканчика греются на водяной бане я приготовлю активную фазу для этого я уже заранее отмерила 10 процентов дистиллированной воды которые растворяют 3 процента тригалозы для увлажнения и сохранения кожей влаги размешиваем ее до полного растворения после чего я введу один процент д-пантенола для обеспечения успокаивающего действия а также три процента глицеринового концентрированного экстракта черной смородины космофитамис для тонизирования увлажнения и выравнивания цвета кожи затем снова размешиваем компоненты до растворения в воде и после чего вводим 0,2 процента гиалуроновой кислоты и снова тщательно размешиваем все до однородности а тем временем обе фазы уже нагрелись на водяной бане водную фазу я ввела и растворила кофеин загуститель милицигель но прежде чем начать эмульгирование я также хочу взять горячую жирную фазу и ввести в нее консервант эуксил к 903 в количестве 1 процент а также co2 экстракт имбиря который оказывает видимый лифтинг эффект и придает коже упругость до экстракты не советуют нагревать выше 40 градусов цельсия но я ввожу его сразу перед эмульгированием тем самым обеспечивая кратковременный нагрев с минимальной потерей эффективности но вы можете делать так как хочется вам потому что часто co2 экстракты вводятся в готовую но еще теплую эмульсию после введения всех необходимых компонентов горячую водную и жирную фазы и я могу начинать эмульгирование для этого я вливаю жирную фазу водную фазу и затем тщательно перемешивая перемешивание с помощью мини миксера я делаю на протяжении нескольких минут после чего буду продолжать перемешивание с помощью вот ложечки до тех пор пока эмульсия не остынет до температуры около 40 градусов цельсия после остывания эмульсия до 40 градусов цельсия на мне уже немножко загустела как видите стало намного плотнее чем было в начале и сейчас я могу ввести активную фазу которая ранее была приготовлена с помощью гиалуроновой кислоты мы получили вот такой вот легкий невязкий гель сейчас мы вливаем его в нашу теплую готовую эмульсию одну-две минутки размешиваем с помощью мини миксера и затем возвращаемся к нашей любимой палочки и продолжаем размешивание с помощью палочки или ложечки до тех пор пока эмульсия не остынет полностью до комнатной температуры не нужно все это время использовать мини миксер потому что вы попросту завоздушите и перевзобьете эмульсию после зрительного вымешивания и полного остывания эмульсия она у меня получилась вот такая вот то есть достаточно плотная но при этом очень легкая при нанесении на кожу также хочу уточнить что данная эмульсия к завтрашнему дню станет еще немножко гуще и конечно же самом конце нам необходимо измерить уровень ph и как видите он получился примерно 5 и 3 поднимать ph или нет это уже ваше решение в принципе данное значение ph очень даже допустимое для крема но я хочу поднять его до значения от 5 и 5 до 5 и 8 методом покапельного введения десятипроцентного раствора л-аргинина как корректировать ph и как делать раствор смотрите нашим предыдущем видео уроке подсказочку видите в углу экрана и результате после окончательной корректировки ph мой крем готов сейчас я хочу перелить кремушек удобный туба флакончик а затем показать вам результат плотности данной эмульсии данная эмульсия достаточно легкая но при этом она держит форму и не растекается сейчас вы можете видеть как она себя ведет на теле и могу сказать что при распределении ее на коже она мгновенно легко распределяется очень быстро впитывается но при этом оставляет после себя ощущение напитанности я уверена что данный видео урок был для вас полезным поэтому не забывайте ставить лайки и конечно же делитесь моими видео уроками с вашими друзьями а я с вами прощаюсь это был канал косметическая кухня бьюр и его ведущая елена всем пока